Приветствую вас к вашей проблеме. Может быть несколько подходов. Первый подход это подход потребностный. Речь идет о потребностной сфере, когда вы нуждаетесь в человеке, с ним у вас связаны некие потребности, которые вы не можете удовлетворить никаким другим способом, кроме того как быть с ним. Соответственно, если мы говорим о потребностной сфере, то тут нужно в первую очередь постараться определить, что именно вам нужно, чего именно вы хотите, какие именно у вас есть желания. Вот. Если вы сможете понять, что это желание, то я полагаю, что проблем будет гораздо меньше, и вы сможете как-то вот скорректировать, ну, свое поведение для того, чтобы удовлетворять грамотно свои желания и, собственно говоря, тогда вы не будете не сдаться в человеке. То есть, привязанность это потребностная сфера. Это потребностная сфера. Это потребностная. Привязанность. Соответственно. Другого подхода. Можно говорить о том, что вы находитесь по-прежнему в детско-родительских отношениях, которые, ну, собственно, не отпускают вас. То есть, дело здесь не в том, что вы не можете отпустить привязанность, а дело здесь именно в том, что она, это привязанность, она вас держит. И держит она вас именно потому, что детские-родительские отношения постоянно заставляют вас, как бы, быть в определенной роли. и, соответственно, эта определенная роль не позволяет вам быть свободы. И здесь, конечно, важно, как вас воспитывали родители, что они вам давали, какие установки они в вас вкладывали, ну, и так далее, и так далее. То есть, разница здесь очень большая. Большое отношение имеет то, как вы общаетесь со своими родителями. И, соответственно, если с вашими родителями у вас были специфические отношения, то есть, некие такие, ну, некие такие отношения, которые являются болезненными или деструктивными, то, естественно, привязанность здесь обусловлена тем, например, что вы никогда не были вне этих отношений, и родители, по сути дела, оказались для вас заменены этим человеком, ну, которому вы привязаны. Ну, и, наконец, третий подход, это подход чисто между вами и тем человеком, который, к которым у вас привязанность. И здесь, в позиции, например, транзактного анализа, можно сделать вывод, что вы находитесь в состоянии выполнения желания этого человека, в состоянии «я должна», тогда как в действительности вам нужно вспомнить о том, чего хотите вы, и как бы вы могли свои потребности удовлетворить опять же. Далее, ну, понятно, что то, что с вами происходит, то есть, детская влюблённость имеет место быть, и детская влюблённость, она, конечно, очень сильна, но она не только сильна, она ещё и образна. То есть, вы воспринимаете вот этого человека как, ну, как образ. В некоторой степени, как идеализированный образ. И этот образ человека, ну, не идеализированный, а иде идеализации у вас не произошёл. И как это сделать? Либо вы стараетесь с ним поговорить когда-то, стараетесь пообщаться, стараетесь как-то понять, что этот человек, он другой уже, он не тот, кого вы знали когда-то. И так далее, либо вы стараетесь сделать так, либо вы вместе с психологом проводите те идеализации. То есть, вам нужно будет описать его, этого человека, и вместе с психологом увидите его реального, а не образа. Не ту, не ту ополучку, которая вам видит что-то, а реальный человек. Вот. Опять же, почему происходит так, что вы, например, ну, почему происходит так, что вы идеализируете это, да? Как вот мы уже сказали, как вот мы уже сказали, да? Что вы идеализируете. А почему? Почему вы идеализируете? Потому что вам это для чего-то нужно. Вам нужно идеализировать, и вы идеализируете. И вопрос остается только один. Что двигает вами? Какие у вас мотивы? Какие у вас мотивы? Какие у вас мотивы? Идеализировать человека. Я думаю, что это можно довольно легко выяснить, если с вами поработать. Вот. Какой из подходов выбирать можно будет решить уже, ну, в процессе беседы с вами, потому что детская привязанность, она понятно идет и с детства, и понятно, что вы не подросли в какой-то вот степени. Вот. Вот. Вы не подросли. И основной вопрос заключается в том, почему не подросли. И, соответственно, можно с этим тоже разбираться. Вполне возможно, что вам чем-то ваше положение выгодно. Вполне возможно, что вам оно чем-то нравится. Вот. Вполне возможно, что у вас оставят невыразенные пересывания и с детства опять. то есть, вы не смогли выразить свои переживания, не отрефлексировали их полностью и, соответственно, не смогли отпустить их и жить дальше. Также очень важно, как вы живете именно вот сейчас, на данный момент, какой у вас образ жизни, чем вы занимаетесь, что делаете и так далее. Это тоже очень важно. Важно это определить. И вот где-то при анализе всей этой информации будет ясно, что именно у вас и какой подход использовать. Ну и, соответственно, про ответы и беседы от зависимости будем избавляться. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы. Пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.